НОСТАЛЖИ 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 Приветики ребятки с вами Росси и это рубрика НОСТАЛЖИ это второе видео мы с вами проходим игру Булли издателями которой выкатили Rockstar что происходит с тобой я не могу поверить это ты должен быть хопкинс где ты пришел? мы ждали тебя привет в Булливерх академии я уверен, что вы очень счастливы очень счастливы очень счастливы в любом случае, я не могу спать свою жизнь ждать за маленькие парни у меня есть мужчина счастливы главный мастер ждет тебя, Хопкинс в его учебе в его учебе в его учебе не оставь доктор Крабблснич ждет он прекрасный человек прекрасный ребятки, это ролик Гейм Онлайн хочу вам напомнить и мы начинаем играть в эту игру так как это рубрика ностальжи, мы с вами немножко в нее поиграем немножко поговорим о геймплее поговорим о самой игре я думаю, что нужно просто будет немножко разнообразить стратегия, потом какой-нибудь экшен потом какой-нибудь РПГ то есть не все сразу большое спасибо всем кто написал свои пожелания по поводу игры, которые вы хотите увидеть в следующих выпусках я обязательно все прочитал выписал себе на отдельную супер-пупер бумажку с которой я потом обязательно это все перенесу себе на компьютер скачаю и мы с вами будем это тоже проходить значит, что можно сказать вообще игре Bully, которую вы сейчас видите игра, она была выпущена впервые на PlayStation в 2006 году вроде, если не ошибаюсь 17 или 18 октября чуть позже а именно года через два она вышла на Xbox в марте месяце вроде и так же самое на Windows тоже в 2008 году но уже правда в октябре также после этого были порты всякие там в 2012 году она была обновлена потом она была выпущена на Android iOS и так далее но мы с вами играем именно на ПК сейчас установлена самая максимальная возможная графика для этой игры управление конечно как я понимаю это был порт было очень ужасное все там через альф через шифт я не знаю кто вообще этими кнопками пользуется поэтому я немножко перенастроил под себя я немножко сделала тише звук я надеюсь вы не будете слышать хорошо потому что если будете слышать плохо я переснимать не буду потому что я слишком старт для этого дерьма поэтому я надеюсь что все получится с первого раза так значит здесь есть два варианта вида то есть какой-то называется близкий вид и соответственно вид подальше также у нас есть карта как вы видите это школа и город который вокруг этой школы интерната находится я в эту игру не скажу что я играю в первый раз но я и в нее играл еще тогда когда он только вышло это было очень очень давно если честно я мало что помню из нее поэтому для меня это будет в принципе первый опыт поэтому прошу строго не судить значит управление я по себе поставил это стандартной всд левой кнопкой мышки не деремся правой кнопкой мышки не захватываем в общем сейчас будем все смотреть по факту так у нас непосредственно задание идти в кабинет директор я вижу пацаны с нами хотят разобраться мы сейчас как бы им так вот добрый вечер сделаем потому что они думают что вот так вот ляпас от тебя мигбер вот то есть пацаны думают что они напали староста разбегаемся отпусти отпусти так ран мигбер нам нужно сейчас где-то блин у меня спалил за яйца его схватили все у нас есть их не убежать даем драку сюда направо в общем ускорение на шифте соответственно староста старый у нас не догонят мы почти забежали в здание и есть я кнопку действия поставил себе клавишу е соответственно геймплей значит мы находимся в школе-интернате нас сюда отправили наша мамашка отправилась сюда пока нас со своим новым денежком поехали в медовый месяц на год значит здесь как типично для игр рокстар булли очень часто сравнивали по открытости мира с серией игр гта но конечно мы здесь больше ограничены и другого смысл пар тинейджера для тинейджеров скажем так здесь есть как бы свои представители власти как я понимаю это старосты они отмечены красным то есть это такой как бы а-ля староста присыпался это такой а-ля полицейский из гта скажем так так давайте я вам почитаю постараюсь почитать ах ты должно быть Хопкинс ага 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 что ага в смысле да сэр отлично что ж посмотрим ты натворил немало гадостей так ли вандализм графики эксперименсловия хулиганство они уже не к старшим ох ты меня пугаешь Хопкинс да ладно вам подумаешь я ничего подобного я не видел никогда в жизни Хопкинс ты явно лучший мальчишка которого я когда-либо встречал скажи зачем мне вообще с тобой водиться не знаю это мое призвание мой долг ты не превзойденный пакостный а я не превзойденный тратистый мальчишек здесь в учебном заведении я прекращаю взрослые членов нашего общества у меня хорошее предчувствие мальчика предчувствие прекрасной дружбы международной и вы треноз иначе я сам это сделаю мисс Дэнверс вы же здесь да господин директор я не случай вы так милы ко мне мисс Дэнверс вы зауслуживаете господин директор возьмите нашего друга Хопкинса покажите ему школу и подберите ему форму да господин директор пойдем мальчик у меня нет времени и помни нос у ученика должен быть чистый и ты самого выпираешь и это делаем мы очень интеллектуальный диалог любителей мальчишек и вот он я в самую походу от родительной школы страны подарившей миру многих торговцев оружием сериалных убийц и корпоративных юристов настоящий ад и этот старый урод хочет меня увидим дружок от меня любит получать только то чего заслужили часть 1 новая друзья и новые враги беги давай парень в общем продевайся иди помни икс от отображается как вверх или вниз если цель на другом этаже ах ты мы можем скатиться давайте попробуем круто круто рокстары молодцы радуют открыть так ну и знаете я как бы всегда придержался такой мысли что рокстары как бы сами по себе не могут сделать херню то есть у них игры всегда на высшем уровне для доступа к общей карте нажмите тахнет понятно хорошо то есть геймплей как и в типичных я не знаю рокстаровских таких типичных вообще игрок такого жара скажите ну подай сколько время ну давай все на новенького бей его так сначала у нас получит рыжий так зажимаем правую кнопочку раз два три удар раз два три удар и захват удар в захвате и бросок захват такой низкий пинок победи хулиган давай хулиган давай хулиган побежит люб низкий пробел то есть когда противника уже красный то мы его унижаем через пробел плюнули себе на ладошку и вытерли ему облицо нет ха-ха-ха-ха ха-ха-ха ха-ха-ха гаверон и пули ты труп новичок ты труп не ровно прекратите хорошо что не в герзу вписался если бы он еще рот украл в ладошке почему не в форме воду человек немедленно идите и переоденьтесь надо обязательно пойти переодеться ребята мы же не хотим нарушать законы эй ты новичок что ли? ну а тебе какая ахвали дурила чувак ты какой-то напряженный полегче я помню тебе таблетки подсадят меня вот посадили я чуть в башку не поехал охренеть но мне сейчас пора да расстаться чувак отвали ты займешься в самой вторую школу в стране и я тебе предлагаю дружбу может поверь в каком месте просто решение обойтись так что сам решай дружить будем или как не вопрос клево покажу тебе что тут где мы себе корешка нашли так индикатор здравитровья находится слева а че они все ко мне цепляются сейчас я блять попью газировочки я тебе отдам мудак купить напиток минус бакс я чувствую лучше я чувствую сейчас я чувствую я чувствую полная шипучка восстанавливает здоровье ну это логично отправляемся в комнату теперь оденемся комплект одежды школьная форма пускай школьная форма ух все как дела Это не напрягая-то главным образом из друга, а также предки, школа и общая снижение. Не знаешь, как это было? Гляди, перед тобой общажный талисман. Дамы и господа, я представляю вам Леди Боя, главную девочку в школе. Питти, иди засаждай своих поборожаемых друзей. Отстань от меня, Гэри. Ты глянь. Отстань от меня, Гэри. Я наконец достиг половой зелености, теперь круче всех. Да чего тебе надо? Просто развлекай, новичка. На втором пути через 2-го год. Деревиком за решетку. Слушай, у меня дела. Так что, как начать свалить, ребята? Видишь, что ты натворили, Пит? Джимми уже от тебя тошнит. Так, чтобы записаться в книге сохранения, нажми... Я пересохраню свою игру, на которую я пробовал, пошла ли она или нет. Да, игра пройдена на 0,81%, ребятки. Левый 6 для продолжения. Ну, она не сильно будет дальше проходиться. Поэтому... Сильно, ребята, не привыкайте. Возможно, как было ранее обещано, мы пройдем ее на стриме. Но... Как бы сейчас это совсем другая рубрика. Для начала нового задания следуйте за звездочкой. Чтобы просмотреть... Для просмотра доступных заданий нажми на это. Понятно, что это такое. Читать объявление. Доска объявления. Здесь всегда размешает важное объявление. Постоянно следить за появлением новых сообщений. Новым ученикам. Комбинет директора находится на втором этаже школы. Очень важное объявление. Ладно, хорошо. Почитать, допустим. Помню, приступив к заданию, ты не можешь сохраниться. Хорошо. Видишь? Видите все, да? Староста меня не тронул. Потому что я уже по форме ничего не нарушаю. Вообще законопослушный ученик этой чудной, прекрасной школы. Ладно, побежали. Не хочу я слишком долго ходить. Надо обязательно будет эту игру пройти на стриме. Скорее всего, может быть, это сделает мой товарищ Додокфазер. Поэтому, обязательно, обязательно поддержите его на стриме, когда он будет это делать. Это шкафчик Рассова. Для того грязи, что тебя еще и в больницу не отправят. А вот и Рассел. Если кто-то на тебя разозлился, можешь попробовать извиниться. Удерживай правую кнопку мыши, левый shift, чтобы... Ага, где-то значок мир. Извините. Некоторые хобби ганы потребуют, чтобы заплатить. Мы им платим. Все, типа он со мной помилился. Типа мир, дружба, жвачка, ребятки. Так же можно извиняться перед старостными и взрослыми. Окей. Давай залезем к нему в шкафчик и попробуем там что-нибудь украсть. Давайте теперь залезем к нему в шкафчик, ребятки. Взломать замок. Чтобы открыть шкафчик, медленно делай круговое движение в указанном направлении. Ну давайте. Теперь сюда. Теперь вот сюда. Есть. Так, и что там мы взяли? Бейсболка булвард. Классическая. Метер расположен справа от радара. Когда ты совершаешь преступление, он заполняется. На радаре старосты обозначены красными точками. Следи за ними. Если тебя заметят старосты, они попробуют тебя сцапать. Я понял, мой кореш отвлекает их. Я бегу. Чтобы спятаться, нажми ей рядом с мусорником или шкафчиком. Ты спячься успешно, проблемометр будет короче падать. Вот понятно, у староста идет. Гэри поможет тебе осмотреть школу. Ок. Где там Гэри? Джимми сюда. Ок. Глянь, это так же дурочная тёлка Юнис. Давай на дне прикольнемся. Господи боже мой. Господи. Лучший способ узнать, чего хочет утренать человек, пообщаться с ним. Так, ну понятно, поприветствовать. Он забрал у меня конфеты. Верни мне их, пожалуйста. Верни Юнис её конфеты. Ну, я понял. Я на какую-то хрень бежал, подскользнулся, упал. Отлично. Отправляемся возвращать конфеты. Так. Блянь. Подойди к Константиносу. Привет, Константинец. Слушай, ты такой мерзкий. И имя у тебя мерзкое. Давай, мы тебе сейчас дадим. Всё? Больше нет проблем? Константинос. Постоянно какие-то драки. Стрелки каждый день происходят просто. Ладно, давайте. В общем, отнесём конфеты обратно от этой бабищи. Как я понимаю, наверное, с Константином можно было договориться, но... Ребята. Спасибо. Хочешь, поцелуемся? Ох ты. Блох, ты мой. Вот это смачный засос. Ты чё, правда я поцеловал? Пойдём в столовку, расскажу тебе, кто есть кто. Пойдём в столовку. В общем, ребят, что могу сказать, обязательно в эту игру, если кто-то не играл вдруг, то надо поиграть. Прикольная игра. Зверинцы-кормёжка. Ладно, расклад такой. Вот там ботаны. Кусоваться с ними за подло. На вид безобидный, но от них можно ждать любой подлянник. Библиотека и их территория. А это мажоры. Куча бабла и ещё больше самовменных. Безмозглые ураженцы всегда единого, это точно. А вот там понтовые считают себя крутыми или хотят выиграть крутыми. С ними лучше не связываться, по крайней мере пока. Они торчат в автомастерской. И напоследок. Качки. Они тут всем заправляют. Держись от них подальше. Да не боюсь о кучке киркинов на стероидах. Ещё помнеешь. Ладно, пошли. Вы здесь, чтобы учиться не бездельничать. На занятия. На радаре типа звоночек показывает местонахождение твоего класса. Утренние занятия начинаются с 9 и идут до 11.30. Следи за временем при помощи часов в верхнем левом углу крана. Не опаздывай, в классе надо быть до 9.30. Давайте сейчас ещё с вами в класс сходим на химию и на этом закончим. Что вы здесь делаете? А, да. Урок. Итак. Точно следуйте моим инструкциям, так как сегодня мы будем работать с неустойчивыми химическими веществами. У. Ой, 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 ой. Пропустил, ребятки, я извиняюсь. Повтори попытку. При появлении значка выполняй соответствующие действиям. В общем, помните, это этот. Опять запутался. Это как в GTA, когда нужно было на лоурайт машине прыгать там и так далее. Мы сейчас должны это с вами пройти, ребята. Это. Да. Химия. Первый урок. Зачётно. Точнее, зачтено. В общем, это мне напомнило. Вот, наверное, от CD это всё и пошло. Знаете, или, наверное, ещё даже San Andreas, я не помню, кто из них раньше вышел, когда нужно было на лоурайт машине прыгать, потом на пляже танцевать. В общем, ловкость рук, немножко внимательности и, в принципе, всё отлично проходится. Так, левый shift, чтобы продолжить. Ну, а мы с вами продолжать не будем. Давайте на этой эпичной ноте на уроке химии, на первом уроке химии мы с вами закончим наше это видео. Значит, подведу вкратце итоги, что игра були просто обязательно к прохождению или вообще к игре в неё, потому что игра явно того стоит. Rockstar очень постарались, и я считаю, что любителям и фанатам игр от Rockstar обязательно стоит в неё поиграть. С вами был Rossi, это был RolliGameOnline, рубрика, новая рубрика Ностальджи. Ребят, поставьте обязательно большие пальцы вверх, напишите, продолжайте писать ваши комментарии и рассказывайте, какие бы вы игры хотели увидеть в будущем. Всем пока и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова